Вступив в войну 10 июля 1940 года, итальянская армия располагала небольшим мотоциклетным парком, состоящим в основном из двух машин – Желера ЛТЕ и Гуциа Альча. Поэтому в 1941 году по заказу военных Желера приступила к разработке специальной армейской версии модели ЛТЕ, получившей название Марте. Следующая модель, о которой я хочу рассказать, это мотоцикл Желера Марте 1942 года выпуска. Этот мотоцикл произведен в Италии. Армейская версия данного мотоцикла отличалась от гражданской. Это усиленная рамой, карданной передачей, которая была только на военных версиях. На гражданских стояла цепь, приводом на коляску. Привод на коляску был подключаемый, то есть он использовался только тогда, когда в нем была необходимость. Привод на коляску осуществлялся посредством карданного вала. На другой стороне коляски находилась муфта с прямозубыми шестернями, соединение которой управлялось ручкой включения блокировки. Данная ручка стояла на коляске. Управление этим мотоциклом осуществлялось при помощи монеток. То есть данная версия мотоцикла не имела движущихся ручек. То есть управление газом осуществлялось при помощи монетки. Управление воздушной заслонкой осуществлялось при помощи монетки, находящихся на правой стороне руля. Управление опережения с зажиганием осуществлялось при помощи монетки, которая находилась на левой стороне руля. И также эти мотоциклы комплектовались монеткой, управляющей так называемым горным тормозом. При изменении положения монетки изменялось положение рычага. Рычаг этот имел прямую связь с сектором, который не позволял мотоциклу двигаться в обратном направлении. То есть при остановке в гористой местности не требовалось нажатия педали тормоза для того, чтобы держать мотоцикл в стоячем положении. При начале движения этот сектор начинал отщелкивать и мотоцикл двигался. Также на левой стороне руля находилась ручка сцепления и ручка так называемого декомпрессора. То есть клавиша необходимая для того, чтобы мы могли остановить двигатель, заглушить его. На баке располагалась шкала со стрелкой, которая позволяла отслеживать передачу, на которой двигается мотоцикл. То есть при движении ручки переключения передач, расположенной на баке, перескакивала индикатор и мы видели передачу, на которой мы движемся. Данный мотоцикл имел уже не жесткую раму, а подвеску, амортизирующую за счет пружины, расположенной в горизонтальных коробах. Эта система подвески была запатентована именно жилерой. Данная подвеска позволяла при движении по пересеченной местности моделировать покрытие дороги и за счет этого осуществлять лучшее сцепление с дорогой. То есть этот мотоцикл, благодаря вот этой подвеске, имел улучшенную проходимость по отношению к мотоциклам, имеющим жесткую раму. В 1943 году специалистами моторизации вермахта были проведены полевые испытания Марты. Результаты оказались не очень лестными для итальянской машины. Хотя справедливости ради стоит отметить, что жилера сравнивалась с настоящими шедеврами Цундапка С-750 и БМВ Р-75. Тем не менее, жилера Марты достаточно активно использовалась в боях наряду с другими реквизированными вермахтом мотоциклами. После окончания боевых действий в течение одного года жилера выпускала гражданскую версию Марты. Мотоцикл был уже без коляски, однако сохранил все преимущества карданной передачи заднего колеса. Любопытно, что применение кардана оказалось главной причиной прекращения выпуска этой модели. Для послевоенной Италии это решение оказалось слишком дорогим.